Это программа СИЮН «Зов сердце». Именно по этой причине «Зову сердце» в мире проходит более тысячи фестивалей и конкурсов народного творчества. Нинецкий самодеятельный театр «Иллипц» принял участие во всероссийском конкурсе «Охочие комедианты» и вернулся с победой. Сегодня у нас в гостях руководитель театра Надежда Талеева. Надежда Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю вас и ваш коллектив с победой. Скажите, пожалуйста, где проходил фестиваль и какую работу вы представляли? Фестиваль проходил в городе Ярославль. И мы представили работу про копии Евтысова «Самбдова», значит, «Камлане». В этом спектакле «Шаман излечивает больного». А вообще сколько коллективов приняло участие в конкурсе? Из каких городов? В конкурсе приняло участие около 15 коллективов. Два коллектива были, значит, как образцовые, они нам показывали, как нужно правильно играть, и поэтому они, значит, получается 13. Надежда Николаевна, давайте с вами и зрителями посмотрим фрагмент вашего выступления. Два коллектива Два коллектива Надежда Николаевна, очень яркое выступление. Скажите, долго вообще готовились к показу этой сказки? Эту сказку... В общем, наш театр существует 20 лет, и, в общем-то, эту сказку разные, как бы сказать... Составы театров. Играли, всегда играли, и мы тоже играли. Но тут у нас режиссер театра, Светлана Игнатьевна Горностай, она решила, значит, как это называется, фонограмму поставить. И вот, значит, получилось очень красиво под фонограмму. То есть мы вышли под этническую музыку, как вот из фрагмента вы посмотрели. А вообще сколько длилось ваше выступление? Наше выступление длилось около 20 минут, потому что в условиях конкурса была задача, чтобы уложиться в 30 минут. Было интересно, как нас будут судить эти вот именитые жюри. А кто входил в жюри? В жюри вот входили, если посмотреть вот в этой книжечке, да, скажем, кто вот входил. Можете прочитать, да. Я даже прочитаю, да, кто входил. Вот, профессор, заведующий кафедрой творчества, да, профессор Коробков Сергей Николаевич. Вот, и когда вот он разбирал все наши выступления, всех наших вот артистов, которые представили свои, значит, спектакли, так представляете, вот это было так интересно, как он все уловил, ну, профессионал все уловил, как кто выступал, и даже, если даже надо было конкретно сказать о театре, да, вот, допустим, о нас сказать, да, но он там связывал еще с каким-нибудь театром, да, подсказывал, как правильно сделать, как правильно выступить, да. И когда мы вот это вот сейчас, вот, если вы просмотрели, значит, фрагмент, так это вот у нас с конкурса фильм. И вот потом, когда мы выступили на галоконцерте, мы все эти, значит, ошибки, которые он нам указал, мы все это учли и выступили еще лучше, да. Еще был галоконцерт, да. Да, галоконцерт был, да. А все ваше выступление было на ненецком языке, я так понимаю, да, мы посмотрели фрагменты вообще, если взять полностью сказку. Значит, мы играли на ненецком языке, естественно, на ненецком языке, но, значит, и... А там, значит, если у нас была фонограмма, и вот там, значит, Светлана Игнатьевна переводила, перевод осуществляла. Но вот когда вот он, итоги, вот Коробков, да, значит, скажем, Сергей Николаевич сказал, что лучше без перевода, потому что и так понятно. И хочется, говорит, услышать мелодику ненецкого языка, потому что он так сказал, да. И вот, когда мы уже второй раз вышли, мы играли без перевода уже. И зритель, как вы думаете, понял вас? Конечно, понял. Там, говорит, и без слов понятно. Что вы постарались передать зрителям в своём выступлении? В этот обрядовый фольклор. А мы сейчас показали прошлое, как излечивали больных, потому что тогда не было врачей. И вот старейшин спрашивали, идти, надо найти, к кому шаману обратиться. Старейшины знали и советовали нам. Вот в этом же спектакле, как нам старейшины советовали, к кому идти шаману. По ушам она не знает, и вот они за ним пойдут, попросят его. Зачем сказка заканчивается? Излечением больного, да. Надежда всё-таки есть, да? Ваше выступление, выступление вашего коллектива было отмечено не только дипломом первой степени, но ещё тоже получил дополнительный диплом. Что это был за диплом? Значит, этот диплом, я его сейчас озвучу, да, как он назывался, диплом за художественную аутентичность в воплощении обряда. То есть получается, что вот... За воссоздание обряда. Да, воссоздали мы обряд и показали художественное. Потому что если говорить о настоящем обряде, который был, да, и мы читаем сейчас литературу, естественно, там бывает, конечно, ну, описано немножко жутковато, страшно, да? А мы всё это передали художественно, и получилось красиво. И, в общем-то, совсем и не страшно, а интересно, прилично. Надежда Николаевна, сколько человек принял участие в выступлении? На нашем выступлении? Да-да-да. Значит, у нас восемь человек, с режиссёром девять. Режиссёр у нас руководил там анаграммой, чтобы где что включить. Главную роль кто исполнял? Ну, главную роль мы можем... Это шаман, наш главный, конечно. А кто исполнял роль? Александр Литков, он у нас работает в Этнокуртурном центре, мастером прикладного искусства. А как-то отметили жюри вот именно его игру шамана? Отдельно? Да, вот что-то сказали? Нет. Как вот на их взгляд сумел? Да, он сумел воплотить, да, конечно, сказали. Вот именно что, на него только и смотрели. Вот если, допустим, обратите внимание на фильм, который я вот сейчас принесла, да, в одном месте, там, где он, значит, готовится к действию шаманскому, да, именно на него объектив направлен. А вообще другие коллективы вам удалось посмотреть на Этнокуртур? Конечно, мы ходили на все, потому что было очень интересно, чтобы вобрать себе опыт. Был коллектив из Архангельска, наши земляки, они обряд посвящения в Зуйке. Есть такой обряд. Потом, значит, были коллективы, которые играли сказки наших северных писателей, Ширгина и Писахова, они туда обратились. Это же было очень интересно, потому что они передавали язык, как писал Писахов, как Ширгин писал, да, и было очень интересно слушать. Слушать свой язык, да, мы же окоемся, в общем-то, округляем звуки. И было интересно слышать. И когда у них проскакивало вот этот вот, их диалект, да, было смешно. Ну, нам смешно, конечно, было. Вроде бы стараются, стараются, да, надо окоть же. А потом выскакивает их диалект. А ожидали, что получите первое место в своей работе? Или это была неожиданность? Или все-таки надеялись на это, что не главное? Мы, конечно же, в общем-то, очень избалованы. Театр избалован у нас, потому что мы в прошлом году ездили в Мурманск. Уже к 70-летию Великой Отечественной посвященной был, значит, конкурс. И мы там заняли второе место. И, в общем-то, и здесь тоже думали, что мы займём какое-то место. Но чтобы первое, мы были, конечно, очень обрадованы, удивлены. Надежда Николаевна, спасибо вам большое за интересное интервью. Желаю вам ещё побед и творческих успехов. Спасибо большое. Это была программа «Сиён». У нас в гостях была художественный руководитель театра «Иллипс» Надежда Талеева.